Добрый день дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам об иконе Богородицы, которая сама стоя на волнах приплыла по морю на Афон. Иверскую икону отличают обычно покровоточащие ранее на лике Богородицы. И действительно эта икона стала почитаться после того, как она вдруг закровоточила в ответ на удар солдатского меча. Божья Матерь благословила святого апостола и евангелиста Луку написать ее изображение еще во дни своей земной жизни. Когда Лука показал ей изображение, она сказала, «Отныне ублажат мя все роды. Благодать и сила рождь шагася от меня, и моя с вами да будет». Предание приписывает кисти святого апостола и евангелиста Луки от трех до семидесяти икон Божией Матери, в том числе и верскую. В IX веке по повелению императора почитателей икон подвергали истязанием, пыткам, убивали, а иконы разыскивали, рубили на куски и сжигали. В царствовании императора иконоборца Феофида неподалеку от города Никей жила благочестивая вдова с сыном. У нее в доме хранилась древняя икона Божией Матери. Ночами вдова молилась перед этим образом. Однажды ночью в дом ворвались воины. Один из них ударил икону мечом, желая изрубить ее на куски. Удар пришелся на изображение правой ланиты причистой и из раны выступила кровь. Вдова на коленях стала умолять воинов пощадить икону и подождать до рассвета, пока она сможет собрать деньги на выкуп. Воины согласились назвав огромную сумму для уплаты и не тронули икону, будучи смущенными выступившей на ней кровью. Когда они ушли, вдова взяла икону и направилась с сыном к берегу моря. Долго молилась она и просила царицу небесную о милости к ее образу и о заступничестве за сына. Опустив икону в воду, она с радостью заметила, что та не упала, а встала вертикально ликом к берегу и стала удаляться. Той же ночью мать, опасаясь за жизнь сына, уговорила Иго уйти из дома. Сама же благочестивая женщина осталась принять муки за иконопочитание. Сын ее добрался до Афона и стал монахом. От него и узнали монахи об истории древней иконы. Прошло много лет. В 1004 году икона чудесным образом явилась рядом с берегом Афона. Рядом с тем местом, где до сих пор стоит Иверский монастырь. Своё название эта монашеская обитель получила благодаря тому, что ее основали грузины и первоначально Иверский монастырь населяли монахи грузины. Иерия – древнее название Грузии. Именно им и выпала честь встретить чудесным образом явившуюся икону. Монахи пытались приблизиться к иконе на лодках, но она удалялась от них. Тогда они собрались в главном соборе монастыря и стали просить Богородицу позволить забрать ее икону. В те годы рядом с Иверским монастырем жил святой старец Гавриил. Ему было видение Божией Матери, повелевавшей ему взять ее образ из воды и возвестить братья Иверского монастыря, что она дарит им свою икону. Гавриил после молитвы пошел по воде и взял икону. Монахи постарались найти в монастыре для иконы самое почетное место. Но образ постоянно исчезал и оказывался над вратами обители. Монахи стали называть Иверскую икону вратарница и через некоторое время поместили ее в специально построенную церковь у ворот монастыра. Там Иверская икона и находится в наши дни. Много чудес происходит от этой иконы, получившей название Иверская. Когда Иверскому монастырю угрожал голод, Божия Матерь явилась настоятелю и послала Иго в житницу, которая оказалась полной муки. Богоматерь чудесно наполняла сосуды, умножала масло, овощи избавляла обитель от пожаров, защищала от нашествий врагов. К замечательным чудесам от иконы относится и то, что находясь при вратах монастырских она часто не допускает входить в обитель людям имеющим на душе нераскаянный грех. Монахам тоже свойственно ошибаться, и одну ошибку помогла монахам осознать Иверская икона Божьей Матери. Один бедняк просился на ночлег в монастырь, но монах-вратарь потребовал у него оплату. У бедняка не было денег, и он ушел. Но по дороге встретилась ему удивительная женщина, протянувшая ему золотую монету для оплаты ночлега. Тогда бедняк вернулся, чтобы дать эту монету монаху и переночевать в монастыре. Монета оказалась очень древней, и бедного странника заподозрили в воростве. В ответ на расспросы монахов он рассказал историю чудесной встречи. После его рассказа о женщине, собравшейся, пошли к иконе-вратарнице и увидели, что эта монета одна из многих пожертвованных Божьей Матери. В ту ночь все продукты в Иверском монастыре разом испортились. Монахи усвоили этот урок, и с тех пор всех пускают на ночлег без оплаты. Для Руси сделали точный список Иверской иконы. Известно, что иконописец много постился и только в субботу, и в воскресенье употреблял пищу. А монахи дважды в неделю совершали всеночное бдение и литургию. Список Иверской иконы появился на Руси в 17 веке. Специально для него у стен Кремля была построена особая часовня, названная Иверской. Она существует и сегодня, и каждый желающий может зайти в нее и поклониться копии Иверской иконы, которая, как и оригинал, прославлена многими чудесами. За все время существования в России ни от одной из чтимых икон Божьей Матери не было столько чудесных исцелений, сколько совершалось от Иверской иконы. Она всегда стояла на страже, как скорая помощница людям в бедах, напастях и болезнях. И сегодня Великая Благодать изливается от чудотворных списков Иверской иконы. Каждый, кто приходит к ним с верою и надеждой, получает помощь и исцеление. Икона ничем не отличается от оригинала. Ни длиною, ни широтою, ни ликом. У Воскресенских ворот, выходящих на главную улицу Москвы Тверскую, установили еще один список Иверской иконы. Вратарница стала одной из самых чтимых святынь, и москвичи считали и продолжают считать ее своей заступницей. Образ Иверской Богоматери находится там и сейчас. Весь увешанный приношениями верующих, чьи молитвы у чудотворные иконы были услышаны. Эта икона прославилась многими чудесами и исцелениями больных. Столетиями через Воскресенские ворота визжали на Красную площадь победители. Цари и царицы поклонялись Иверской. Бедняки и бездомные путешественники и местные жители молились перед ней. Иверская Богоматерь поможет, когда тяжело на сердце и болит душа. Что-то тревожит или тяготит. Поможет обрести покой душевнобольным людям и успокоит состояние их родственников. Если у родных имеются физические недуги или телесные увечья. Молитва перед Иверским образом обязательно будет услышана и поверье просителей воздастся им. Даже если врачи отказались от больного и предрекли ему скорую смерть, Божия Матерь исцелит недужного. Можно молиться о сохранении жилища, о минувании пожаров, землетрясений и прочих стихийных бедствий. Богородица очень любит детей, поэтому по материнским молитвам любимые чадо будут всегда под надежным небесным покровом. Если же среди родных или друзей имеется грешник, который не собирается каяться в своих злодеяниях, то можно перед Иверской Богородицей помолиться за него и спросить прощения за прегрешение. Согласно афонскому преданию, незадолго до второго пришествия Иверская икона покинет Святую Гору Афон. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о лампаде перед иконой Богородицы Иверская, которая сама раскачивается во время молитв. Вставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!